Девушки отдыхают Как он пахнет вкусно! И по какому поводу у нас сегодня наивкуснейший тортик? У кого-то сегодня день рождения? Любашечка! У нас сегодня два грандиозных события! Во-первых, сегодня исполняется ровно год нашей дружелюбной компании «Счастливых друзей!» Именно год назад мы познакомились с нашим дорогим Татошечкой! В этот день Татоша принял свое сердечко Господа Иисуса Христа! И по сей день остается верен ему! То есть сегодня день рождения нашей компании! И сегодня же день, когда в сердце Татоши родился наш Спаситель, Господь Иисус Христос! О, вот ничего себе, Оля! Неужели уже прошел целый год? Так быстро, оказывается, летит время в нашей доброй компании! Вроде бы даже и не было целого года! Но это ведь самое главное событие этой недели! Это ведь даже не мое день рождения, и не день рождения нашей компании! Это же, конечно, день рождения Господа нашего Иисуса Христа! Это праздник, который встречают все люди по всему миру, в каждом уголке земного шара, будь то в Африке или в Австралии, и даже в далекой и холодной Гренландии! Вот! Как это все здорово! И как это все замечательно! Я так люблю хорошие, добрые праздники! А этого дня я ждала с нетерпением, ведь это день рождения моего Господа! Я буду встречать впервые в своей жизни! Да, рождение Иисуса действительно великий и большой праздник для всех нас! И сегодня, спустя две тысячи лет, люди празднуют Рождество Христово и радуются! Они ожидают чего-то чудесного, необычного, все дарят подарки друг другу! Но самый большой подарок для нас – это Иисус, Сын Божий! Как раз о рождении Спасителя мы сегодня вам, ребята, и расскажем! А как всегда, главным помощником нам это будет наша детская Библия! Итак, слушайте внимательно, ребята! Давным-давно, около целых двух тысяч лет назад, в маленьком городке, который назывался Назарев, жила простая девушка по имени Мария. Однажды к Марии явился ангел, посланный Богом. Мария испугалась, но ангел сказал ей – не бойся, Мария, я пришел сообщить тебе радостную весть – скоро у тебя родится сын! Мария очень удивилась – как это может быть, ведь у меня нет мужа? Ангел ответил ей – дух святой снизойдет на тебя, и ты родишь сына. Он будет велик и назовется сыном Всевышнего. Мария была смиренной и очень послушной девушкой и любила Бога. Поэтому она ответила ангелу – я готова исполнить все, что угодно Богу. И ангел исчез. В этом же городе жил один человек – Иосиф, который любил Марию. Они собирались пожениться. Ангел явился к Иосифу и сказал – я пришел сообщить тебе, что Мария ждет ребенка. Он – сын Божий. Назовите его Иисусом. Он будет спасителем мира. Иосиф также любил Бога и верил ему. Он принял это слово от Бога, и вскоре Мария и Иосиф поженились. А мне, род ангел, никогда-никогда не являлся. Если бы он не явился, я бы, наверное, еще раньше поверила в Бога. Не переживай, Губаш. Господь лучше нас знает, кому как и через что явиться. Если бы для твоего спасения в Господу необходимо было бы послать ангела, он бы его послал тебе обязательно. Но Господу было угодно вместо ангела послать меня. Он направил меня к тебе. Я тебе рассказал о Христе, и ты меня послушала. Видишь, как у Господа все мудро устроено. А все потому что, что Он творец, и Он каждый миг творит все новое и доброе, красивое и замечательное. Ну, мы что-то отвлеклись, перебили нашу Олю. Оль, продолжай, пожалуйста. Хорошо, мои дорогие. Только слушайте внимательно. Вот настало время Марии рожать. Но как раз была объявлена перепись населения. Мария и Иосиф должны были пойти в город Вифлея, на родину своих предков, чтобы записать свои имена в специальный список. Когда они пришли в город Вифлея, гостиницы были уже переполнены. Только в Фливу, где жили животные, нашлось место для Марии и Иосифа. Там они остановились на ночлег. Именно в эту ночь в Фливу среди животных родился Иисус, который стал спасителем мира. Мария и Иосиф запеленали его и положили в ясли, в кормушку для животных. Но этой ночью произошло ведь еще несколько чудес, которые были связаны с рождениями Иисуса. В поле ночевали пастухи. Их разбудил яркий свет и множество ангелов, спускавшихся с неба. Ангелы рассказали пастухам, что в городе Вифлееме родился спаситель. Ангелы пели и славили Бога. Пастухи сразу же отправились в Вифлеем, чтобы посмотреть на новорожденного Христа и поклониться ему. А далеко-далеко на востоке жили мудрецы. Они тоже ждали рождения царя, обещанного Богом задолго до этого. И вот мудрецы увидели необычную звезду, которая ознаменовала рождение долгожданного спасителя. Когда эта звезда появилась, мудрецы собрали дорогие подарки, снарядили караван верблюдов и отправились в далекий путь. Чудная звезда привела мудрецов прямо к месту рождения Господа. И хотя они уже были старыми и весьма уважаемыми людьми, но они склонились в почтение перед младенцем Иисусом и принесли ему дорогие подарки, потому что они видели младенца не человека, но Бога. Да, это, по всей видимости, был великий день. И только слепой и глухой не может это сейчас понять. Столько чудес Господь явил на земле, когда родился Его Сын. Наверное, сейчас об этом уже давно бы напечатали во всех газетах и показали бы по телевизору. Хм, я думаю, Любашна, вряд ли. И сейчас люди восприняли бы эту добрую весть как правду и истину. Опять бы они, наверное, придумали тысячу отговоров и просто-напросто не поверили бы в это чудо. Не переживайте, мои драгоценные Любашенька и Татошенька. И вы, ребята, тоже не переживайте, ведь Господь обещал прийти на землю и во второй раз. Но только тогда Он придет не как человек, но как Царь всей Вселенной, с тысячами ангелов и с великой славой. И тогда уже ни один человек на земле не сможет сказать, что он не верит в Иисуса Христа. Все человечество и все народы уберут Его и поклонятся Ему. Только одни поклонятся Ему как своему Царю и Спасителю и будут жить вечно с Ним в Его Небесном Царстве. Другие же склонятся перед Ним, как перед судьей, и будут судимы за то, что не принимали Господа, когда жили на земле, а некоторые даже и смеялись. Слава Богу, что Он спас меня, и я буду встречать моего Господа Иисуса Христа как своего Царя и буду с Ним жить вечно на Небесах. И вы, ребята, тоже должны обязательно принять Иисуса Христа в свое сердечко, чтобы вечно жить в Его Царстве на Небесах. Но для этого вы должны сделать одну вещь, о которой вам сейчас расскажет Татоша. Да-да-да, я с огромной радостью расскажу вам, что надо сделать, чтобы получить спасение и вечную жизнь. Только слушайте меня внимательно, это будут самые важные слова в вашей жизни. Итак, Господь не любит грехи неправы, поэтому на Небесах с Ним могут жить только такие же безгрешные люди. Но все люди и даже дети-грешники, ведь кто-то ворует, кто-то обманывает или обзывается, и это очень не нравится Господу Богу. Но Иисус Христос, когда вырос и стал взрослым, умер за наши грехи на кресте и потом воскрес, и сейчас сидит рядом со своим Отцом, Господом Богом. И Он говорит, что кто поверит в Него, раскается в своих грехах и будет жить по правде, будет также сидеть рядом с Ним на Небесах в Царстве Бога. Но чтобы раскаяться и получить прощение у Иисуса, надо искренне прочитать молитву покаяния. Эту молитву произносил и я, и Оля, и Любаша. Я сейчас попрошу Олю, чтобы она прочитала ее слух очень медленно. А вы, ребятки, повторяйте слова этой молитвы за Олей, обращаясь при этом к Господу Иисусу Христу, как если бы Он находился рядом с вами, прямо в вашей комнатке. Да, Татушечка, хорошо. Хорошо. Ребята и взрослые, кто хочет, чтобы Господь стал Его Спасителем, встаньте сейчас на колени и повторяйте за мной слова этой молитвы. Дорогой Господь Иисус Христос, я признаю себя грешником. Прости меня. Освободи меня от моих грехов. Я признаю тебя моим Спасителем. Ты умер за меня на кресте. Господь, будь моим Отцом. Помоги мне жить, не делая плохих дел. Благослови и защити меня во имя Господа моего Иисуса Христа. Аминь. Ребята и взрослые, кто прочитал сейчас эту молитву, стал теперь нашим братом или сестрой. Мы вас очень сильно любим и поздравляем. Теперь вы спасены и имеете право на вечную жизнь. Но не забывайте о том, что вы обещали Богу больше никогда не грешить. Обязательно найдите верующих в Иисуса Христа людей. Они вам обязательно помогут и подскажут, что делать дальше. Кто же не успел произнести молитву покаяния? Дождитесь конца нашей передачи, и там мы разместим эту молитву уже в напечатанном виде. А я подготовила подарок для моего Спасителя. И хочу рассказать вам всем одно очень замечательное стихотворение. Вот оно. Послушайте. Иисус зашел на землю, чтобы грешников спасти. Дать радость, счастье людям, покой души найти. Мы любим Иисуса, рожденного Христа. Всегда пускай звучит ему хвала. Ух ты! Какое хорошее стихотворение. А самое главное совсем даже и не длинное. Надо будет его обязательно вручить. Ну, а мы, я, Любашенька, Татошенька, поздравляем вас всех с праздником рождения Господа Иисуса Христа. Особенно же поздравляем тех, кто сегодня прочитал молитву покаяния и примирился со своим Творцом. Мы желаем вам счастья, благополучия, радости в этом году. Будьте счастливы и пусть Господь Иисус Христос благословит вас и ваши силы. До скорой встречи! До свидания, мои любимые друзья. И надеюсь уже, братики и сестрички. А то, а то, мы совсем забыли про вкусный тортик. Ну, а тортик, Любаша, мы сейчас сидим за нашим праздничным столом. А, ну раз так, тогда я побежала скорее накрывать стол. До свидания, ребята! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok